Здравствуйте студенты Алма-Атинского государственного колледжа новых технологий. Мы начинаем наше занятие по дисциплине моделирования и художественное оформление одежды. С вами преподаватель специальных дисциплин Литвинова Ольга Ивановна. Тема сегодняшнего занятия – понятие о композиции. Цель урока – повторить материал предыдущего занятия, дать определение понятию композиция, познакомиться со свойствами и средствами композиции костюма. Указать на факторы, определяющие композицию моделей, дать понятие элементов композиции, изучить законы и правила композиции и письменно ответить на вопросы по теме сегодняшнего занятия. Итак, ответьте на вопросы предыдущего занятия письменно и отправьте свои ответы для проверки. Первое – назовите основные принципы моделирования одежды. Второе – расшифруйте значение функций одежды. И третье – назовите основные признаки моды. Моделирование форм одежды костюма немыслимо без представления о композиции, так как композиция как структурная целостность лежит в основе многих явлений и реальной жизни, и искусства. Слово «композиция» происходит от латинского «compusitio», что в переводе означает «сочинение», «соединение», «связь» и обозначается «поставление», «сложение», «соотношение» сторонной поверхности, которые вместе взяты и составляют определенную форму. В современном понимании композиция – это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, подбор, группировка и последовательность художественных приемов, образующих в совокупности гармоническую целостность. Композиция относится к таким сферам деятельности, как изобразительное искусство и дизайн, музыка и литература, фотография, архитектура, флористика. Но какими бы ни были элементы композиции – ноты, слова, цветы – они должны находиться в определенном взаимодействии друг с другом, должны быть подчинены некой идее, они никогда не должны быть сами по себе. Мы, как авторы, должны передать настроение, соблюсти гармонию. Гармония должна достигаться всегда. Делаете ли вы визитку или пишите картину на историческую тему. Целостность – это необходимость согласованности всех элементов композиции, их связь и неповторимость. Благодаря соблюдению этого закона композиция воспринимается как единое целое, а не как сумма разрозненных элементов. В композиции все элементы должны находиться в гармоничной порядочности в системе. Например, есть песня, исполняемая под оркестр. Голос певца – главное, все подчиняется ему. Если звучание хотя бы одного инструмента не будет подчинено общей мелодии, громкости, тональности, то вся композиция, песня, начнет разрушаться. То есть под композиция костюма понимается средство приведения всех костюмных элементов в единство. Таким образом, композиция костюма, отражая внутреннюю гармоническую упорядоченность во внешнем проявлении, является понятием организующим, имеющим силу соединять части, составлять из них единое целое. Работа над композицией костюма начинается с художественной идеи, которую модельер должен хорошо продумать, прежде чем приступать к поиску конкретной формы. Композиция любого изделия всегда обуславливается его назначением и сферой использования. Общее художественное решение зависит от многих факторов. Имеет ли вещь больше функциональное или декоративное значение, будут ли ею пользоваться ежедневно или в особых случаях, для какой возрастной, половой, социальной группы людей она предназначена. Проектируя костюм, дизайнер должен тщательно продумать связь между конструкцией, структурой и художественным образом. Художественный образ в искусстве – это форма отражения действительности, причем не точная копия того, что видит художник, а осмысленная им реальность, отраженная с определенной точки зрения. Из отображенной им действительности художник выявляет преимущественно то, что он сознательно или интуитивно считает особенно важным, главным, что оказывает взаимодействие на его чувства, вызывает определенные эмоции и ассоциации. Композиция лежит в основе творчества художника и является целью его творческой деятельности. Она является средством и результатом творческого мышления, становится в костюме, как в произведении искусства, инструментом выражения идейного замысла, средством его гармонизации структурно-основой образа. Существует три основных вида композиции. Первая – это фронтальная, плоскостная композиция, распределение элементов по двум направлениям – вертикальному и горизонтальному, чаще всего это эскиз. Вторая – объемная, композиция выполняется в объеме на манекене или манекенщице. Здесь уже мы видим координаты высоты и ширины. И объемно-пространственная композиция состоит из нескольких объемных композиций, расположенных в пространстве с определенными интервалами. Сюда относится композиция коллекции моделей, которая также имеет общую идею, подчиняется всем законам композиции. Основу композиции костюма составляет совокупность основных образующих костюм объемов. Формообразование частей костюма осуществляется главным образом конструкции. В каждом виде одежды различают два вида форм. Формы, которые составляют основу одежды, и формы, которые служат для внешнего обогащения модели. Формы первого вида называют главными, формы второго вида – декоративно-костюмные. Декоративно-костюмные формы не могут существовать самостоятельно, вне главных, образующих одежду форм объемов. Поэтому такие формы, являясь компонентами или элементами композиции костюма, должны подчиняться главным формам. В структурной организации костюма центральным элементом формы будет часть костюма, предназначенная для торса. Она называется станом и является основной частью одежды, с которой соединяются все детали и элементы, образующие костюм. Но структурно главный элемент в костюме стан, будучи функционально главным, не всегда бывает главным в художественном смысле. Посмотрите, пожалуйста, на две эти модели и определите формы, которые составляют основы одежды, и формы декоративно-костюмные, которые служат для обогащения внешнего вида модели. Основным свойством композиции является производить различные впечатления. Это свойство не является постоянным, оно может изменяться в определенных пределах и иметь большое количество состояний. Первое зрительное впечатление от костюма вытекает из степени его объемности, характера его силуэта, его контуров. Немаловажное значение имеют такие свойства, как динамичность и статичность. Мера динамичности костюма может быть разная, причем чем функциональнее костюм, тем спокойнее, статичнее его формы. Костюм в своем композиционном решении обычно содержит оба эти свойства. Особым синтезированным свойством композиции является характер формы костюма. Характер формы костюма – это зримое, комплексное средство, которое выражает образность вещи и ее эмоциональное воздействие. Посмотрите на данную фотографию и увидите, что форма данного костюма является гармоничной, соразмерной ему. В то же время форма может быть объемной, деформирующей фигуру человека, и, соответственно, восприятие человека в такой одежде будет совсем иным. Одним из основных условий возникновения художественных качеств одежды является единство всех элементов формы, то есть соразмерность, согласованность и соподчиненность их, создающих целостное восприятие формы. Для создания такого единства необходимо уметь правильно использовать ее свойства, а следовательно оперировать определенными приемами и средствами. Такими свойствами и приемами являются контраст, нюанс, тождество, пропорция и ритм, масштаб и масштабность, симметрия и асимметрия, статика и динамика, зрительные иллюзии. Все эти средства позволяют, осуществляя гармонизацию, получать утилитарно оправданную форму вещи, которая имеет функциональную, конструктивную и эстетическую ценность. А теперь мы познакомимся с вами с законами и правилами композиции. Как видите, всего четыре закона композиции существуют, и сейчас мы с ними познакомимся более подробно. Итак, первый закон – подчинение элементов композиции и композиционных средств назначению одежды. Все в композиции должно подчиняться назначению одежды и выражать его. Практическое назначение одежды всегда является содержанием ее художества. Из первого закона вытекает три правила. Первое – органическое единство назначения одежды и ее формы. Второе – соответствие материала назначению и форме одежды. И третье – единство материала и декоративной отделки в соответствии с назначением и формой одежды. При соблюдении третьего правила необходимо обладать чувством меры, чтобы не перегрузить композицию. Второй закон – наличие композиционного центра и соподчинение элементов. Композиционный центр – это акцент, кульминация, где используются самые сильные средства. Все компоненты, которые могут составить композиционный центр, разделяются на два вида. Главные, к которым относится все то, что образует объемную форму. И декоративно-конструктивные – это линии покроя, детали, фурнитура, украшения. Компонент может быть один или быть объединен с другими компонентами. Расположение главных акцентов композиции предусматривается условной схемой построения ее, которая устанавливается в зависимости от направления моды. Соподчинение – это выделение центра композиции, который еще называют доминанты, которому подчиняются все остальные элементы. То есть в композиции возникает иерархия. В иерархии могут быть доминанты второго порядка, которые называются акценты. В зависимости от количества уровней доминантов выделяют две степени иерархии между элементами. Двухуровневую, когда присутствуют доминанта и второстепенные элементы, или доминанта и акцент. И трехуровневую, доминанта акцент и второстепенные элементы. Посмотрите на представленный на слайде модель. Композиционным центром, или доминанты, в данной композиции выступает пояс. Он выделяется по своему цвету, по своей структуре, также по своей массе. Акцентами или доминантами второго порядка в данной модели выступает декоративная отделка на рукавах. Она имеет такой же цвет, как композиционный центр, такую же фактуру, но гораздо меньшую массу. И второстепенные элементы, цветы, они поддерживают эту композицию. Теперь давайте посмотрим, как же можно выделить композиционный центр. Первый вариант. Композиционный центр можно выделить за счет величины. Композиционный центр имеет более крупный размер, чем остальные элементы. Второй способ. Можно выделить доминанту за счет фактуры элемента, которая отличается от фактуры других элементов. Третий способ. Можно выделить за счет формы элемента, которая отличается от формы других элементов. И четвертое. Положение на плоскости. Вокруг элемента образуется пустое пространство, а все остальные сближаются. И на главный элемент указывают силовыми линиями. Как в данной модели, форма горловины указывает на положение доминанты. Пятый способ. Путем применения контрастного противоположного цвета к цвету второстепенных элементов. Шестой способ. Это за счет проработки какого-то определенного одного элемента который имеет необычную форму. Главный элемент более проработан, чем второстепенный. Например, в данной модели доминанта в костюме это рукава. Они привлекают внимание необычной формы и своей массой. В данном костюме доминантной выступает отделка в области плеча округлой формы, которая подчеркивается контрастным сочетанием цветов. Посмотрите еще на одну модель. Здесь доминанта расположена в области плеча и рукава и имеет диагональное направление, которое направляет взгляд от плеча к бедру. Сейчас я предлагаю вам посмотреть на 6 моделей и письменно в тетрадях определить наличие композиционного центра в данных модели, наличие акцентов, то есть второстепенных доминантов и наличие второстепенных элементов. То есть определить, какая иерархия существует в данных модели. Двухуровневая или трехуровневая или может быть иерархия отсутствует. Итак, посмотрите, вам предлагаются 6 моделей разных по своему стилевому решению. Композиционного центра, что это, где он расположен, есть ли акценты и есть ли второстепенные элементы. Таким образом, из второго закона вытекают два правила. Выявление центрального акцента композиции и подчинение ему других компонентов, которые позволяют уравновесить композицию. Третий закон – соразмерность всех элементов композиции между собой и фигурой человека. Достигается количественным соотношением отдельных объемов одежды. Лифа, рукава, юбки, цвета и фактуры материалов, детали одежды и отделки. Смотрите на данную модель, где одежда соразмерна фигуре человека или какие-то элементы формы могут создавать контраст с фигурой человека. Но при этом все элементы в композиции должны быть соразмерны. Четвертый закон – цельность композиции. Это целостное восприятие всей художественной формы костюма. Единство характера вещи достигается, когда в композиции есть связь между целым и его частями. Основными признаками целостности является ограниченность – это четко определяемое отличие предмета от среды, в которой он находится. Связность – это естественная слитность отдельных частей в одно целое, которая учитывает назначение предмета, соотношение его размеров и пропорций его частей, соединение различных материалов, а также компактность – то оптимальное количество частей, которое может восприниматься человеком одновременно. Единство характера вещи достигается, когда в композите есть связь между целым и частями. Композицию можно признать удачно, если соблюдены следующие условия. Ни одна часть целого не может быть изъята или заменена без ущерба для целого. Части не могут меняться местами без ущерба для целого. Ни один элемент не может быть присоединен к целому без ущерба для него. Другими словами, в хорошо продуманной композиции ничего нельзя ни прибавить, ни отнять, ни нарушив при этом целостности. Всякое изделие должно быть законченным и не содержать таких частей и элементов, которые бы противоречили его функциональной, конструктивной или художественной сущности. Итак, мы с вами познакомились с основным понятием композиции, его средствами, свойствами и законами. И теперь вам необходимо письменно, в конспектах ответить на вопросы. Что же такое композиция? Какие элементы композиции вы знаете? Перечислите свойства, которыми обладает композиция. Перечислите средства композиции. Назовите законы композиции и правила, вытекающие из них. Также вам необходимо ответить на тестовые вопросы. Что такое композиция? Что в первую очередь воспринимается человеком в костюме? Что такое элементы костюма? Что является средствами композиции? Что такое композиционный центр? И также необходимо решить кроссворд, свойства композиции. Работы вы выполняете письменно и размещаете на платформе EduPage для оценивания. Итак, наше занятие подошло к концу. Я желаю вам успехов в освоении данной темы. Всего хорошего. До свидания.